И первый вопрос. Как духовно развиваться без учителя? К сожалению, в провинциальном городе не могу найти единомышленников и людей из моей конфессии. Понимаю, что нужен наставник, который направлял бы на истинный путь. Что делать в таком случае? Возможен ли духовный рост в одиночку? Духовный рост в одиночку невозможен. Потому что для того, чтобы чему-то учиться, обязательно нужно у кого-то учиться. То есть если вы хотите научиться готовить, вы по крайней мере должны увидеть, что это такое готовить. Если вы хотите научиться рисовать, вам нужно увидеть картину и то, как другие люди рисуют эти картины. Поэтому во всех сферах и особенно в духовной сфере, потому что духовная сфера, она выходит за рамки нашего материального опыта, нашего материальной логики. То есть особенно в духовной сфере. Для того, чтобы человек мог действительно развиваться, чему-то учиться, понимать что-то, обязательно нужен учитель. Поэтому в одиночку не получится. Но с другой стороны, нужно понимать, что означает учитель. То есть вот с чего начинается это обучение. Кто может проявляться для нас как учитель. И нельзя недооценивать книги, духовные книги, это учитель. Потому что духовные книги были написаны людьми, у которых есть духовное сознание. Они излагают свое сознание в этих книгах. Они делятся самым сокровенным. Поэтому каждый раз, когда мы соприкасаемся с этими книгами, открываем их на священное писание. Люди, которые делились своими осознаниями по поводу духовной практики. Все это общение с этими людьми. Да, важный момент, чтобы сказать. То есть что дает учитель? Что дает учитель? Учитель дает две вещи. С одной стороны, он дает вдохновение. Вдохновение, воодушевление. Он показывает своей жизнью, что духовность это реальность. Есть такая, не знаю, как это называется, пословица. Я слышал ее как-то. Может быть, я неправильно, до конца правильно ее сформулирую дословно. Но идея такая, что человек никогда не стал бы, никто бы не становился монахом, если бы не видел на лице другого монаха отблиск вечности. Понимаете, да? То есть никогда человек не смог бы заниматься всем этим, если бы у него не было вдохновения. Откуда берется вдохновение? От людей, у которых есть опыт. Поэтому первое, что дает учитель, это вдохновение. Он дает опыт, какой-то интерес к этому. И вторая вещь, которую дает учитель, это знание. То есть то, как нужно действовать для того, чтобы обрести тот же самый опыт. Поэтому в любой деятельности, и особенно в духовной, нужен наставник, учитель, который будет делиться вдохновением и знанием. Но еще раз, этот духовный учитель, этот духовный наставник может проявляться по-разному. И нельзя недооценивать книги. То есть мы открываем книги, мы общаемся с тем, кто эти книги написал. Нельзя недооценивать лекции, которые мы можем слушать в интернете. Духовные люди делятся своими осознаниями, откровениями, мудростью, тем, как нужно жить для того, чтобы достичь какого-то продвижения в духовной жизни. Это тоже общение, это тоже обучение. И если человек с благодарностью относится к тем проявлениям учителя, которые уже есть сейчас, с благодарностью. И с благодарностью означает, что человек пользуется тем опытом, который он уже сейчас получает, пытается, действует на основе того, что он услышал. Вот это называется с благодарностью. То тогда обязательно так случится, что у него будет больше возможностей обучаться, больше возможностей вдохновляться. Потому что этот процесс обучения, он находится, особенно духовного обучения, он находится во власти под управлением Бога. И Бог заинтересован больше, чем мы, в том, чтобы мы обучались духовной науке. Поэтому он, вообще не переживайте, он все устроит. Единственное, что вам нужно делать, это пользоваться тем проявлением гуру, который уже есть сейчас в вашей жизни, пользоваться этими наставлениями, пытаться это делать. И тогда, видя вашу искренность, ваше желание действительно все это использовать, у вас будет больше возможностей, появятся и люди, которые рядом. Потому что, смотрите, если вы даже не делаете простые вещи, которые можно сделать, просто посмотрев видео, да, или прочитав книгу, если вы даже это не делаете, то зачем вам какие-то дополнительные подробности. Поэтому, когда человек пользуется тем, что есть, это и есть благодарность, то Бог так устраивает, что у него появляются больше возможностей для обучения. Поэтому, смотрите, в одиночку невозможно научиться. Но надо понимать, что гуру проявляются как книги, как лекции, как попытки духовно уже практиковать то, что услышал. Когда это есть, это не в одиночку. И когда человек этим пользуется, то возможностей становится больше. Много-много раз я в этом убеждался на своем примере и на примере других людей. Второй вопрос. Здравствуйте. Есть случай, когда занятие духовной практикой приводит человека к еще большей гордыне? Есть ли у вас такой случай в жизни, нет? Когда духовная практика вдруг приводит к еще большей гордыне. А по идее должно быть наоборот. Каждую ошибку совершают... Какую ошибку совершают такие люди? И как сделать так, чтобы гордыня и эгоизм уменьшились? А вместо них в сердце накапливалась доброта и любовь? Распространенная вещь. Человек вроде становится на духовный путь. У него уже все атрибуты какой-то религиозной традиции. И при этом вместо того, чтобы становиться кротким и смиренным и проявлять доброту и любовь, человек вдруг проявляет совсем другие качества. И смотрите, какая интересная вещь. Когда человек приходит в религию, это не означает, что он сразу же становится духовным человеком. Точно так же, как если человек приходит в больницу, это еще не означает... Больной человек приходит в больницу, это не означает, что он сразу выздоровел. То есть ему нужно пройти процесс выздоровления, излечения. И точно так же, это не автоматический процесс. Прихожу в религию, автоматически становлюсь духовным человеком, кротким, смиренным, проявляя любовь и все остальное. Чаще всего, к сожалению, бывает так, что человек приходит в религию со своими привычками, мирскими привычками, и продолжает уже в религии проявлять эти мирские привычки. То есть он вроде по... как бы внешне религиозный человек, но внутри ничего не изменилось. Есть несколько вариантов. Я сегодня утром, когда анализировал этот вопрос, ну как-то с жизнью своей, с тем, что я видел. И здесь несколько вариантов есть. Первый вариант называется религиозный атеист. Смотрите, как звучит. Религиозный атеист. То есть он вроде религиозный человек, ну внешне, а по факту в Бога не верит. И такой человек, он просто внешне принимает религию, но не следует тому, что религия говорит. Если человек теист, то есть верит в Бога, то он с уважением относится к просьбам Бога, наставлениям Бога, заповедям Бога. Поэтому такой человек, по идее, должен следовать религиозному учению, в том числе возлюбив ближнего своего, проявлять уважение, терпение. Это все наставления Бога. Если человек теист, то он будет стараться это делать. Если же он атеист, то есть он не принимает Бога, как реально существующее что-то. Поэтому все эти формальности религиозные для него не важны. А что будет? Ну не следую я, не следую. Какая разница? И такой религиозный атеист, он в религии только внешне находится. На самом деле он как был, таким и остался. Это самый нехороший вариант. Другой вариант лучше, я это называю религиозный материалист. Он уже не атеист, он религиозный человек, принимает Бога, следует наставлениям Бога. Потому что понимает, если я буду следовать, то все будет хорошо, не буду следовать, будет плохо. Но материалист означает, что его интересуют материальные вещи. Как и всех в этом мире, его интересуют материальные вещи. Есть просто материалисты-атеисты, а есть религиозные материалисты. И вот религиозный материалист, он следует заповедям, следует каким-то религиозным всем вот этим вот предписаниям. Но при этом цель его жизни как можно лучше устроиться в этом мире. И он использует религию для того, чтобы комфортнее жить здесь. Он просит Господь, дай мне какие-то материальные блага, которые мне помогут здесь жить хорошо. И проблема таких людей, что так как в центре жизни все равно остаются мои материальные потребности, или еще по-другому сказать эгоистичные потребности, то все вот эти проблемы, связанные с эгоизмом, у такого человека остаются. То есть оно может быть проявляется чуть-чуть более благородно, но проблема та же самая. То есть я хочу быть богатым, а тут человек мешает мне быть богатым, то я его не люблю за это. Или я хочу быть в центре, а какой-то человек оттеняет, да, или как сказать, забирает внимание людей к себе. Я, конечно же, не люблю такого человека, потому что я хочу быть в центре. А тот, кто помогает мне быть в центре, и тот, кто дает мне богатства какие-то, это хороший человек. То есть остается та же самая тема. Хорошие, плохие, друзья, враги. И что такое, вот спрашивают, доброта и милосердие, любовь. Человек эгоистичный, очень такому человеку сложно проявлять доброту, любовь. Только к тем людям, которые делают так, как он хочет, он будет проявлять доброту и любовь. Не дай бог кто-то начнет делать что-то другое, то доброта и любовь сразу заканчиваются. Он начинает ненавидеть этих людей. Это проблема религиозных материалистов. И следующая категория называется религиозные трансценденталисты. Трансценденталист это человек, который не стремится к материальным благам. У него такая цель за пределами этого мира. То есть человек такой может хотеть, как это называется, отношений с Богом, хочет в духовный мир. Его не держат вот эти материальные вещи этого мира. То есть он разочарован в этом. И он стремится к тому, чтобы выйти из этого мира. Ну вот в духовный мир попасть. И такой человек, конечно же, будет изживать в себе все эти эгоистичные тенденции. Вот такой человек, вот он может стараться. Может быть вначале у него это не так просто, ну не так легко это получается. Но по крайней мере человек работает над собой. Он не оправдывает свои какие-то дурные качества в проявлении своего эгоизма. Он стыдится этих вещей. Он стремится работать, избавиться от этого. Работать над этим, избавиться от этого. И вот такой человек, может быть, сразу он и не проявляет всей этой доброты. Ему, так скажем, он работает, трудится. Он старается это делать. Не всегда это получается. Но по крайней мере вот эти тенденции у него есть. И само по себе это привлекательно. Само по себе привлекательно. И есть люди, которые уже достигли успеха в религии. Трансценталисты, которые достигли успеха в религии. У них есть действительно чувство к Богу. Они очищены. Называют таких людей святые люди. И такие люди проявляют доброту и любовь, потому что у них не осталось личных интересов. И вот с такими людьми, конечно, очень всегда радостно, легко. Они очень притягательны. Люди тянутся к ним. Они хотят общаться с этими людьми. Вот. Поэтому какую ошибку делает человек, приходя в религию, оставаясь при этом гордым, гордиться, продолжает гордиться, как и до того, как он пришел в религию. Ошибка в том, что человек не меняет своих целей. Не своих целей. Если человек остается материалистом, то все дурные качества, которые были в нем, ну, проявление там гордости, зависти и так далее, они будут оставаться у человека. Но если человек сознательно, внутри, говорит, нет, нет, я не хочу, не хочу этого, я хочу избавиться от этого, потому что мне это мешает быть слугой Бога, то тогда постепенно эти качества будут уходить из сердца такого человека по милости Бога. Вот. Это был второй вопрос. Третий. Как захотеть ставить духовные цели? Как захотеть ставить духовные цели? Даже такие громкие, как вернуться к Богу. Об этом много говорится, но желаний-то нет. Откуда оно должно появиться? Практикую религию два года, но моя цель, как оказалось, материальная. Хороший вопрос. Я думаю, у многих из вас возникал этот вопрос, потому что, ну, в какой-то момент... Давайте сначала отвечу на вопрос. Желание. Желание приходит только через людей, которые этими желаниями живут. То есть, что такое желание? Желание означает, что я к чему-то очень сильно стремлюсь. А почему я к этому стремлюсь? Ну, потому что это же классно, это же вкусно, это же радость приносит. Получается, чтобы к чему-то стремиться, у меня должен появиться опыт того, что эта вещь, она приносит радость. Если у меня нет, ну, допустим, я хочу попробовать, что такое, я не знаю, какой-то вот пример сейчас надо привести. Мангустин, вот. Что такое? А хотите мангустин? И все такие, мангустин, это что-то с мангустами связанное. Они же невкусные, эти мангусты. Я не хочу никакой мангустин. То есть, нет желания покушать мангустинов. Правильно? Потому что вы не знаете, что такое. Или хотите голубжимон? Голубжимон, это что такое? Нет, не хочу, не надо. Почему? Потому что нет опыта. Но если вы однажды попробовали голубжимон, это такая сладость индийская. Она такая, такой шарик, очень такой, как губка. Он из теста, сделан из теста, сухого молока. И он такой вот, как губка, но весь пропитан сиропом. Сладкий сироп с розовой водой, шафраном. Очень-очень вкусный. Вот такая роскошная сладость. Но если вы никогда этого не пробовали, вы не можете этого хотеть. Но когда вы хотя бы раз попробовали, хотя бы чуть-чуть, то тогда, да, я хочу голубжимон, я хочу мангустины. Мангустины такой фрукт, вкусный на самом деле. Не те, которые у нас в супермаркетах иногда продают, такие безвкусные, аморфные какие-то вещи. Нет, настоящие, они очень вкусные. Кисло-сладкие, сочные, очень хорошие. Вы уже захотели, да? Смотрите. То есть, каким образом желание переходит? Каким образом желание возникает? Либо я попробовал это сам, либо я пообщался с человеком, который это попробовал, у него сильное счастье от этого, и он делится этим счастьем. Он говорит, вообще потрясающий голубжимон, потрясающие эти мангустины, очень мне нравится. Вот тогда у нас возникает интерес, ой, я хочу попробовать, что это такое? Человек так вдохновленно об этом говорит. Поэтому для того, чтобы появилось желание ставить возвышенные цели, духовный мир, любовь к Богу, очищение сердца, для этого нужно соприкасаться с людьми, у которых есть опыт этого, которым нравится этот, позитивный опыт, у них есть счастье. И вот общаясь с такими людьми, у нас возникнет это желание. Но насколько я понял, автор этого вопроса на самом деле имеет это желание. Какое это желание есть, но просто оно небольшое. Вот такое тоже может быть. Иногда, читая духовные книги или общаясь с духовными людьми, прям возникает, я тоже хочу вот так же, я готов пойти на крест ради Бога, то есть я готов пожертвовать всем, но потом обнаруживается, что не очень-то я и готов на самом деле. Это означает, что вера моя маленькая. И меня можно стыдить, говорить, у тебя слабая вера. Но это не поможет, если нас просто как-то унижать и говорить, что у тебя нет веры. Это ничего не решает. Но цель религии вообще, духовной практики в том, чтобы эту, просто нужно ее увеличивать. И она увеличивается с помощью вот как раз этой духовной практики. Главным аспектом духовной практики является общение с людьми, у которых есть духовный опыт. И вторая вещь, о котором говорится в этом вопросе, что вот я практикую два года, это достаточно много, и вдруг человек пишет, что я обнаружил, что у меня совсем другой мотив. Вот на самом деле это хорошая вещь. Потому что когда человек приходит в духовную организацию, и вдохновленный людьми, которые его привлекают в этой духовной организации, он говорит, я хочу тоже любовь к Богу. Я хочу, вот все хотят, и я тоже хочу. И ему кажется, что он тоже этого хочет, но постепенно, так как он следует процессу духовному, общается, пытается практиковать, молиться, следовать тому, о чем они говорят, то в какой-то момент, благодаря очищению, человек начинает видеть то, что раньше в себе не видел. он начинает видеть, что к его вот этому желанию, возвышенному желанию, там, каких-то духовных целей, примешивается очень большое количество материальных привычек, материальных желаний, которые вот он уже желал миллионы жизней, просто не обращал внимания, он даже не знал, что это существует в нем. Но благодаря очищению начинает это видеть, и то, что вы начали видеть, что есть еще какой-то мотив, что мотив нечистый, это признак вашего прогресса. И теперь, когда вы видите, что есть еще что-то в вашем сознании, а не только духовное, как вы думали в начале, то тогда вы можете уже с этим работать, вы можете отделить духовное от чистого и прилагать усилия, чтобы развивать это чистое. А вот это не чистое, не хорошее, то, что вам не нравится, на санкрытии это называется словом анардха. Анардха значит то, чего я не хочу. И вот, вот это анардха, вы говорите, я этого не хочу. И вы можете сознательно избегать в своей духовной практике этих мотивов. Вот, поэтому у вас нет безнадежности, у вас на самом деле хорошо, процесс идет правильно, у вас правильные вопросы возникают, и правильное осознание, вы видите, что есть не чистота какая-то в вашем сердце. Могу сразу сказать, что это не последний раз, когда вы вдруг обнаружили что-то в себе. По мере того, как вы будете очищаться, вы будете видеть все больше и больше каких-то тонких примесей, и на самом деле это хорошо, тогда у вас открывается возможность делать свое служение, свои попытки в духовной практике более чистыми, потому что вы уже знаете, как выглядит не чистота. И еще раз, рецепт, чтобы это желание появлялось, а также, чтобы это желание увеличивалось, это общаться с людьми, которые ели голубжимон и мангустины. Окей. Следующий, четвертый вопрос. Интересный вопрос, я вот думал над ним сегодня. Здравствуйте, интересует тема рода. Тема рода. Каким образом можно установить связь с родом отца, если отца ни разу не видел и не зная ни о чем, и не зная ни о чем, ничего о нем? Смотрите, тема рода и хочется установить связь с родом отца. Отца не видел. Вот. И как это сделать? Давайте сначала разберемся в том, а зачем вообще эту связь с родом нужно устанавливать. И я сегодня узнал для себя, что слово род, слово род означает на старославянском, ну, то есть вот наши предки, русские предки, славяне, древние, они словом род обозначали бога. То есть кто такой род? Это бог. И вот бог я прям выписал из википедии. Смотрите, род, славянский бог, создатель мира и отец первого поколения светлых богов, боги-отцы, причина всех причин, основатель и сущность мироздания. То есть это получается, смотрите, когда человек говорит, я хочу установить связь с родом, означает, он говорит, я хочу установить связь с богом. Вот это теперь понятно, зачем я хочу с богом связь установить. И что дает мне связь с богом? Зачем это делает? Что это дает? Это дает, что я могу получать какую-то силу, да, помощь. Вот у меня непростая жизнь, да, вообще люди что-то делают в этом мире, с кем-то связываются, вступают в какие-то организации, общаются с людьми для того, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы другие помогли мне как-то лучше, комфортнее, чтобы было меньше страданий. Вот я этого хочу, я хочу вот такой помощи. И вот, соответственно, связь с богом, если я связь с богом означает, что я знаю, что он хочет, я живу по его законам, то такая связь с богом реально улучшит мою жизнь. И вот смотрите, в ведах, несомненно, тоже есть эта идея, связь с богом, и эта связь через родственников также есть. Это называется на санскрите готра, готра означает семья. И вот изначальные мудрецы, ну вот самые, как сказать, прародители человечества, изначальные наши предки, они все были очень связаны с богом. Они жили по этим принципам, они были разумные, они были благородные, они были чистыми, и их называли риши. Риши значит мудрецы. И вот эти мудрецы, допустим, Гаутама, Готра, семья, идущая от мудреца Гаутамы. И вот эти вот готры, вот эти семьи, в чем их как бы идея? Идея в том, что по этой семье, по этому роду, по этой готре передаются правила жизни. То есть они не просто родственники, они передают традиции. Знаете, как классно, когда у вас вы родились в семье, где очень хорошие традиции. то есть вот надо мыть руки перед едой, что нужно, я не знаю, вот проснулся, нужно помыться, что нужно вот так с людьми общаться, что матом мы не ругаемся, и наоборот мы хотим добра людям. То есть когда человек воспитан в хорошей семье, это классно, это же облегчает ему жизнь. Когда человек воспитан, ему легче взаимодействие с другими людьми. Так вот, в этой семье передаются определенные традиции, и вот эти традиции являются сутью помощи этой семьи. Вот это классно. И вот эти готры передавали знания, как нужно себя вести, там были примеры, в каждом роду были какие-то герои, которые показывали пример милосердия, героизма, какой-то жертвенности, еще чего-то. И бабушки рассказывали, вот наш предок, ты должен быть таким же. Вот так помощь рода, она помогала людям в этом роду, в этой семье, в этой готре, помогала жить праведной жизнью. Но смотрите, какая проблема. Вот здесь вопрос, как установить мне связь с отцом и подключиться к этому роду или к этой семье, семейной вот этой цепочке. Смотрите, какая проблема может быть. Вот представьте, что отец алкоголик, алкоголик, опустившийся человек, который живет, ну, такой животной жизни практически. Очень, ну, видели, может быть, таких людей. Вот скажите, этот человек может чему-то хорошему научить? Нет ведь? Он не может ничему хорошему научить. На самом деле, этот человек сам не связан с традицией, законами Бога, которые когда-то передавались в его семье. Он просто, как в этой же статье, которую я читал про род, называется выродок. То есть, тот, кто ушел из рода, он не связан с родом, он не связан с Богом, он не связан с Богом. Поэтому как-то учиться или связаться с этим человеком, который сам не связан с родом, никакой смысла нет. Мне надо связаться с родом, имеется ввиду с Богом, так, чтобы учиться. Но как сделать, если мой предок, вот мой дедушка, прадедушка, он сам уже не связан с этой традицией. И тут на выручку приходит возможность подключиться к роду или к Богу через другой канал. И существует в Индии, ну, в ведической традиции, существует такое правило, такая традиция, что человек может быть связан с каким-то родом, либо родившись там, либо получив посвящение в этом роду. Понимаете, да, то есть, когда вы получаете посвящение или начинаете учиться у какого-то квалифицированного представителя Бога, то в этот момент через него вы подключаетесь к Богу и к вот этой духовной семье. Уловили, да, то есть, идея не в том, чтобы там бабушки, дедушки, нет, идея в том, чтобы с Богом связаться. В этом изначально зачем вот этот род, да, традиции там были, через них с Богом связываться. Но если эта цепь нарушена, сами мои предки уже отклонились от чего-то, что было раньше в этой семье, то тогда лучше связаться с Богом через того, кто с ним связан. И тех, кто получает посвящение в духовной традиции, таких людей, когда у них спрашивают, даже если человек не знает, какие у него предки, как он раньше, с кем, через что он был связан с Богом. Такого человека, когда спрашивают, какова твоя семья, он говорит, а чью-то готра, то есть божественная семья, то есть я связан с Богом через духовного учителя. поэтому стоит ли связываться с Богом конкретно через ваших родственников или не стоит, это уже вам решать. Я попытался объяснить, в чем идея этого связи с родом и соответственно, если вдруг ваши предки уже с родом не были сами связаны, то связаться с родом, то есть с Богом можно через чистых представителей духовного знания. будет тот же самый эффект, даже лучше. Теперь пятый вопрос. Что такое дхарма и как обрести дхарму, то есть как следовать дхарме. Слово дхарма буквально означает то, что поддерживает нашу жизнь. Это буквально перевод этого слова. Поддерживает наше существование, неотъемлемое также это означает неотъемлемое качество. То есть два таких значения. То, что поддерживает нас, дхарма, и то, что является неотъемлемым нашим свойством. это также говорят люди, правила, религиозные какие-то заповеди. Но смотрите, какая интересная вещь. Не каждое правило можно назвать дхармой. Дхарма это то, что должно приводить человека к Богу. Дхарма это то, что позволяет человеку жить по-божески сейчас. Это означает, он следует, это законы Бога, дхарма это законы Бога. И эти законы Бога, если мы следуем законам Бога, это поддерживает наше существование и в этом материальном мире. То есть человек процветает, если он живет по законам Бога, по-божески живет. И также, если он живет по законам Бога, это приводит к тому, что в конце концов он достигает совершенства. Совершенство означает любовь к Богу. И любовь к Богу это является неотъемлемой качеством каждого из нас. Поэтому вот это второе значение дхарма как неотъемлемое качество означает, что служить Богу или подчиняться законам Бога является сутью души. это наша природа быть слугой Бога. Поэтому не любые законы можно называть дхармой. часто когда люди сталкиваются с ведами начинают слышать такие утверждения, что нам нужно выполнять свои обязанности. И вот всегда возникает вопрос а каковы мои обязанности? Что означает мои обязанности? Как я пойму что такое мои обязанности? Люди начинают придумывать сами себе обязанности. Вот моя обязанность такая или вот такая. А почему ты решил, что это твоя обязанность? Ну я так чувствую. Так вот не любые правила являются дхармой. Допустим ну вот нашей не знаю может быть у кого-то был такой опыт люди которые пьют водку вот у них тоже есть свои правила на троих на троих вот вдвоем как-то это запой а вот на троих это по-человечески или ты опоздал на причащение на причастие так называемое на выпивку опоздал тебе штрафная у нас такой закон ты меня уважаешь вот я тебя уважаю то есть видите тоже есть какие-то законы традиции но эти традиции они не приводят человека к возвышению они приводят человека к деградации вот поэтому не любые обязанности не любые правила являются дхармой или тем что возвышает сознание человека тем что приводит человека к совершенству и вот как понять свою дхарму где эти обязанности где эти законы бога описаны они описаны в божественных откровениях в разных традициях религиозных сейчас я говорю о проверенных религиозных традициях проверенных временем традиции в которых появлялись благородные чистые святые люди вот в таких традициях есть эти откровения и там есть обязанности для людей не убивай не прелюбодействуй и другие обязанности любые другие законы которые помогают человеку возвышаться но интересно что ведической традицией в ведах вот эта идея дхарма она была очень-очень сильно разработана и там учитывался уровень человека то есть так как мы все разные у нас разные так скажем поглощенность этим миром разные привязанности разные способности то веды желая помочь людям разных уровней разных категорий они давали правила дхарму то есть законы которые помогут человеку развиваться прогрессировать и счастливо жить здесь также они давали эти законы учитывая уровень поэтому для разных людей была разная дхарма эта система называется варнашама дхарма то есть общество в котором людей делили на категории в зависимости от их уровня способностей отречения духовного прогресса им давали разные предписанные обязанности у дхарма была у всех разная у правителя была своя дхарма то есть свой способ как служить богу и он прогрессировал за счет этого у брамана ученого была другая дхарма но суть всех этих дхарм была одна и та же возвышать человека избавлять человека постепенно от эгоизма от той причины за которые душа находится здесь и постепенно возвышать человека до вот этой вот этой изначальной чистоты любви к богу вот это что такое дхарма и как этим заниматься и теперь можно спросить а как понять моя дхарма какая но смотрите есть дхарма для этого века общая дхарма для этого века общий способ того как человек может прогрессировать духовно для этого века является молитва обращение к богу прославление бога прославление имен бога об этом говорится во многих местах ведах сейчас я не буду цитировать много цитат есть если кому интересно могу прислать вот и человек который прославляет бога воспевая его святые имена прославляет молитвы он занимается дхармой это общая вещь но также для того чтобы и все другие сферы своей жизни связать с богом они просто бывает так что человек ну какую-то часть времени занимается духовной практикой а вся остальная часть времени большая часть времени связано с какими-то ну если не греховными действиями по крайней мере с действиями которые ну а скверняются знания человека и вот для того чтобы уже разные сферы своей жизни занять также в духовной практике это уже но тут надо уточнять про каждого человека тут уже нужно общаться с людьми которым вы доверяете в духовной жизни они вам подскажут как разные свои сферы жизни занять в духовной практике или в том что будет вам помогать жить по-божески это будет вашей дхарма также но вот несколько слов о том что такое дхарма и как как этим заниматься следующий вопрос добрый день скажите пожалуйста может ли быть духовным учителем человек которого давно нет живых да тот кто уже не находится в этом мире кто уже оставил это тело тем не менее он может быть учителем на самом деле так оно и происходит потому что вот этих людей представители бога которые очень ярко как факел показали своей жизнью то что означает любить бога что означает жить по-божески и таких людей называют ачарь и ачарь означает тот кто учит своим примером и действительности вот таких людей ярких их ну никогда не бывает много и я не знаю вот приходят когда они приходят они очень заметны они остаются на на долгие поколения в истории все знают о них все вдохновляются от них поэтому если ачарья вот такой пример жертвенности любви к богу если вот такой ачарья оставил после себя ну или его последователи оставили после него после него жизнеописание то есть что такое же почему нужно читать жизнеописание святых людей потому что там описанное то как на практике такой человек следовал той философии тому мировоззрению которую он проповедовал это очень важно то есть как по факту он жил что он делал конкретно как он справлялся с трудными ситуациями как он общался с людьми как он относился в духовной практике это все очень важно поэтому соприкасаясь с книгами где описано мировоззрение этого святого соприкасаясь жизне описанием этого святого конечно же вы можете у него учиться хотя он давно уже не в этом мире находится но одна есть проблема одна из проблема что через книги вы не сможете так скажем начале по крайней мере в начале вы не сможете получить обратную связь если вы делаете что-то не так если вы делаете что-то не так если вы сами себя обманываете то вас никто не сможет поправить потому что он вы не можете пока общаться с этим святым на таком трансмен на духовном уровне вот вы не слышите может еще что-то вам хочет сказать но вы не способны его воспринимать таким образом поэтому рекомендуют веды рекомендуют чтобы к очарьи к этому святому человеку также был учитель который сейчас в наше время является представитель этого очарьи этого учителя который был совершенным и почему нужен живой специалист потому что у которого есть потому что в этот момент когда вам нужны будут какие-то конкретные указания вот у вас вы живете в другое время у вас другая культура до в которой вы находитесь вот как вам в этих условиях практиковать то о чем говорит это ачарья для этого нужен какой-то живой человек который вам учитывая ваши обстоятельства подскажет как в вашем случае это нужно практиковать он ответит на ваши вопросы он вдохновит вас он как-то поддержит вас поэтому несомненно можно учиться у людей которые уже оставили этот мир можно учиться но для того чтобы это было реально эффективно лучше если есть какой-то живой человек который представляет учение этого святого который жил в прошлом но вот так я отвечу на этот вопрос следующий вопрос интересный во сне приходит во умершие родственники и знакомые показывают и рассказывают с кем и где живут что-то предлагают один человек очень навязчивый часто приходит ведет себя нагло как с точки зрения загробного мира этот процесс когда умерший приходит к нам происходит ну вот такой опыт у человека что приходит во снах приходят умершие может быть у вас тоже есть такой опыт и каким образом умершие могут нам приходить вот такой вопрос и причин может быть объяснение этого феномена когда умершие приходят нам причин механизмов мог может быть много начиная с того что наше сознание так устроено что чтобы донести для надо нас что-то до какой-то какую-то мысль какое-то беспокойство или какие-то важные моменты над которыми мы думали или еще как-то иногда наше сознание для того чтобы проявить эту мысль берет образы которые для этого подходят и получается вот образы умерших могут приходить это просто какая-то какая какой-то вопрос может быть у нас какая-то обида либо мы чувствуем что мы обидели как-то или ну вообще как-то с этой ситуацией не связано но просто для нас а вот подсознание выбора бы вот такой образ для того чтобы нас чему-то чему-то предупредить или как-то выразить свое беспокойство то есть первый ответ это то что это связано это никак не связано с этими душами которые уже в каком-то другом месте находится это больше связано с образами которые остались нашем сознании вот не нужно как бы зачеркивать этот вариант это это очень рабочий даже вариант и так бывает часто второй момент это то что если человек недавно оставил тело недавно оставил тело то он находится рядом он в тонком теле это душа находится рядом и с ней можно взаимодействовать мне недавно один мой друг рассказал историю как у него ну то есть он не успел на похороны своего отца очень переживал по этому поводу ну то есть он не успевал у него не было возможности приехали там было другой стране и он очень переживал по этому поводу и он стал очень сильно хотеть молиться богу для того чтобы но встретиться с отцом он вот вот прям буквально оставил недавно тело и когда он стал молиться то он увидел он увидел отца он пришел он увидел в какую отец входит в комнату они обнимаются то есть у него как тут они прощаются бласкавляют там друг друга и он обратил внимание что отец его пришел в таком теле ну как то вот тело очень деформировано он не обратил на это внимание но потом когда он уже связался с родственниками но после уже всего этого он связался с родственниками он узнал причину смерти отца то есть он попал то есть там одним словом тело было деформировано он не мог знать что отец таком теле находится он не мог но к нему он пришел именно в таком теле вот с этими какими-то деформации с какой-то вот по понимаете да то есть получается еще одна одна причина это может как как это происходит то есть душа еще где-то здесь находится в тонком теле и если человек очень сильно ну связан с этой личностью то в тонком теле он может с ней соприкоснуться во сне приходит так далее также еще бывает так что когда человек душа тонком теле не получает либо не грубого тела либо очень сильно страдает то эти родственники очень могут сильно просить о помощи они не сами не могут уже ничего сделать потому что там уже ну все срок там нужно сидеть там страдать и поэтому они нуждаются в помощи со стороны тех кто живет они могут живые могут какие-то вещи делать которые повлияют на них поэтому они приходят и таким жалобным видом они просят видно не может непонятно что они говорят но вот этот приход это может быть зов о помощи тоже такая вещь бывает и обычно это означает что нужно что-то сделать было чистила и для их блага отдельная тема что можно делать вот и ну еще один вариант того как это происходит может быть связано с тем что приходят духовные личности в ответ на какие-то очень сильные искренние попытки служить богу на какие-то духовные поиски тогда но личности которым обращается человек могут приходить к нему и ну как-то вдохновлять его говорить вещи которые помогут ему больше продвигаться но вот наверное я четыре варианта того почему это может происходить вот так у меня что я смог вспомнить я назвал может быть есть еще что то сейчас я посмотрю сколько у нас осталось время нас осталось время 10 минут еще пару вопросов успеем у меня вопрос по поводу кормления домашних животных мясом у меня дома два кота которые которых подобрала на улице стараюсь кормить их курицы и давать поменьше корма как это влияет на карму то есть я кормлю кошек мясом как это влияет на нашу карму я недавно стал изучать веды и уже отказалась от мяса и рыбы то есть готовлю мясо только для котов но это очень легкий вопрос если вы понимаете но важность того чтобы не соприкасаться с с продуктами убийства для вас это важно то смотрите открываете в интернете ну просто набираете в поисковике как вегетарианцы кормят своих котов вот просто набираете в поисковике и вам выскакивает много-много-много-много разных сайтов страниц где вегетарианцы делятся чем они кормят своих питомцев то есть все уже продумано все уже есть можете пользоваться следующий вопрос почему некоторые ситуации в жизни повторяются причем второй раз все происходит жестче и тяжелее это кармические уроки так можно колесить и колесить но посоветуйте как сделать шаг на выход чем моя вина до хороший вопрос если одни и те же ситуации возникают постоянно а к чему это что это означает я вам приведу пример вот представьте что вы убираетесь своей квартире вы живете в многоэтажном доме вот вы убираете своей квартире мойте пол и вот у вас такая традиция просто у вас вашей семье что когда вы помыли пол то вы открываете просто окно и выливаете на улицу выливаете на улицу содержимое этого ведра и вот у вас такая привычка вы так раз и были ли в окно и вот сразу после этого приходит ну кто-то звонит вашу дверь сосед звонит вашу дверь вы открываете дверь и он ругается он ругается сначала он просто ругается вы думаете чё это он пришел вообще сосед ты чё пришел да что ж вы там под льете на нас воду кричит сосед мать и странный какой человек ну и на следующий день вы тоже моете пол выливаете воду в окно сосед уже приходит уже на санскрите трехэтажном вам объясняет что вы идиот думаете надо же одна и та же ситуация происходит каждый день и в следующий но каждый последующий раз она все жестче и жестче интересно наверное это кармический урок какой-то до задумался человек и на следующий раз тоже по привычке выливает в окно и уже сосед приходит с палкой и когда мы открываем он почему-то бьет нас этой палкой по лицу в ничего себе одна и та же ситуация почему же так происходит конечно же есть какие-то вещи которые мы сделали в прошлой жизни но смотрите друзья человек меняется очень долго поэтому одни и те же ошибки человек делает и в прошлой жизни и в этой жизни не обязательно залазить куда-то в прошлое в карму для того чтобы понять почему вот такое со мной происходит то уже в этой жизни мы делаем ту же самую ерунду то же самое делаем поэтому нужно правильно вы понимаете если одно и то же приходит сосед приходит и каждый раз ругается потом начинает драться это означает что я делаю уже уже сейчас уже сейчас я делал какую-то глупость притом я ее не замечаю поэтому чтобы разобраться в этой ситуации первое что надо сделать это понять если это случается значит я сейчас делаю что-то не так ну не сейчас прям буквально в эту секунду но вот вот какая-то одна и та же системная ошибка у меня в жизни есть поэтому первое что нужно сделать это признать что моя вина и я хочу разобраться в этом если вы уверите в бога то соответственно вы обращаетесь богу господь пожалуйста открой мне покажи мне объясни мне направь меня чтобы я мог увидеть что я делаю не так и вторая вещь и вторая вещь что нужно уже поняв ну либо надо молиться и пытаться как-то вот разобраться этим другой момент если есть возможность разобраться вообще в ситуации у вас есть какой-то хороший друг психолог или ну вообще человек такой знаете вот есть такие люди которые помогают разобраться в жизни и обрет одна и та же ситуация давай посмотрим что с тобой происходит вот как ты себя чувствуешь в этой ситуации как думаешь какие у тебя но почему так может происходить ну то есть вот покопать вообще покопать в жизни и разобрать варианты почему это может происходить вот два выхода я предлагаю один это молитва богу чтоб он помог увидеть я хочу разобраться я хочу исправиться помоги мне в этом и второй вариант они параллельно могут быть как один из инструментов того как можно разбираться это с каким-то мудрым на человеком склонным как бы краскопком сознание другого человека посмотреть что что я как как я живу и что я делаю не так ну наверное последний вопрос последний вопрос десятый у нас вопрос вот спрашивает бог согласно а ващенавским представлениям ведет себя как озорной ребенок то есть ващенавы объясняют нам что бог абсолютная личность бога в разных настроениях может находиться со своими слугами и для тех кто хочет его любить как ребенка они находятся в родительских отношениях с богом он предстает в облике шаловливого ребенка чтобы как-то порадовать своих преданных в этом облике и вот вопрос такой скажите почему у детей у наших обычных детей у наших вот в этом материальном мире детей такая же тенденция и они поступают как будто специально вопреки нашим желаниям почему это так у них некая игра где проявляется усердие сделать не так а эдак почему почему это происходит это их природа чему мы должны чему они должны нас научить да конечно же изначально все вот эти эмоции все эти какие-то поступки шалости они есть у бога но не нужно путать наших детей и бога вот это про разное вообще она только чуть-чуть напоминает потому что изначально все эмоции все какие-то взаимоотношения изначально есть духовной реальности здесь но здесь это принимает искаженные формы поэтому наши дети шалят не потому что у них что-то такое знаете очень трансцендентное что это нет маленький ребенок очень эгоистичен очень эгоистичен и единственное почему родители заботятся о ребенке таком эгоистичным ребенке который постоянно требует какого-то служение себе внимание к себе единственная причина что они любят они любят так природа устроена это мой ребенок это продолжение меня поэтому в себе же мы прощаем какие-то вещи потому поэтому своим детям мы тоже очень многое прощаем и проявляем терпение если бы у родителей этого не было то никто бы из нас никогда не вырос детей детей бы никто не хотел их бы не воспитывали и вообще все бы вымерло просто поэтому природой так устроена богом так устроена что родители любят своих детей вот и дети в чем предназначение их научить нас терпению научить нас терпению и служению вот бескорыстному очень сильно бескорыстного но может не абсолютно бескорыстным но очень сильно потому что ну что от этого ребенка может получить даже когда он вырастет он может просто уйти и все вот и все эти какие-то планы были на него что он будет так его так и вот так а он а у него другие планы и все поэтому вот этот вот элемент бескорыстие очень сильно прокачивается когда человек воспитывает своих детей когда он не заботится это классно потому что в конце концов этот мир весь предназначен для того чтобы помочь нам понять эту простую вещь когда ты живешь для себя в этом нет никакого счастья но так просто заставить человека быть бескорыстным служить очень сложно поэтому господь устроил мир так что здесь для того чтобы жить нужно служить хоть как-то надо служить вот и в том числе семейные люди имеют этот опыт что ребенок помогает им развить вот это вот больше терпения больше бескорыстия и это очень хорошо те кто проходит этот опыт нормально правильно проходит этот опыт они на самом деле развиваются и духовно в том числе развиваются не абсолютно не достигают может быть совершенства но по крайней мере это очень хороший опыт для того чтобы человек был ближе к совершенству но вот так я отвечу на этот вопрос на этом наше время закончилось завтра я продолжу отвечать на вопросы тут еще осталось много вопросов приходите продолжим спасибо вам за внимание спасибо за субтитры за субтитры за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok